Как думаете, кто из российских пропагандистов за деньги готов душу дьяволу продать? Кто будет брызгать своим ядом, чтобы оправдать развязанную Россией войну? Ну и кто первый быстро переобуется, когда Украина победит? Интересно? Сейчас все расскажу. Этот выпуск я посвящаю самому отвратительному, самому грязному и самому сумасшедшему рупору Кремля Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Но сначала подпишитесь на этот канал, а также мой личный. Ставьте свои лайки и комментарии, чтобы больше людей увидели весь абсурд российского телевидения. Соловьев. Самый токсичный производитель информационных выделений. И сейчас вы его знаете таким. Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Ну и таким. Германия же по сути признает, что готова снабжать своих бандеровских друзей. А еще он бывает вот таким. Набрали воздух и мычим. Вы не готовите удар. Удар просто самолет. То есть тихо, спокойно. Не после леча, а вот отсюда сразу. Без всякого плеча. А внутри подсобрался. Подсобрался. И тихо, спокойно. Давайте уж в прямую. Если уж есть желание, ну выходите американцам махаться. И все. Давай махаться и уходи до первой крови. Нет, а вот до смерти. А то знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по куполу врежу. Вы спросите, он сумасшедший? Скажу вам, да. Ибо ни один его эфир не обходится без крика, оскорблений и угроз. Но задумывались ли вы, как Соловьев пришел к своему корыту? Началось все в далеких нулевых. Для особо одаренных я повторю. Во-первых, я без... Кажется, что именно эту роль Соловьеву придется вскоре повторить. Но уже по-настоящему. Когда будет писать чистосердечные для Гааги. Гааги, ее мать. Вся страна, один удар по плотинам и нет никакой страны, затопила кедреной матери. То есть эти перенюхавшие тюльпанов собираются обдолбанный Амстердам, который я очень, кстати, люблю. Собираются судить Россию? Они ч***** все. Это кто вообще такие? В это трудно поверить. Но еще в 2001 году ярый пропагандист Кремля сражался за честную журналистику и даже критиковал власть. Даже Господь Бог дает свободу выбора. Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. Не президенту Путину этого лишать. Мы не колесики общепролетарского дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек. А вот послушайте, как фейкомет раньше говорил об англосаксах и в целом западном мире. Ну как можно говорить о великой культуре России и о бездуховности Америки, если в Америке чистый туалет, а в России нет? Или что, мы все о Достоевском, поэтому никак в писсуары попасть не можем? Ну, неправильно это. Неправильно. Перестраиваясь на ходу. Потому что воюем не с этой бандеровской с*****ю, в его управлении. А воюем со всей сатанинской машиной с запада. Думали прыщик, а там раковая опухоль. Именно в 2007 году Владимир Адольфович сделал свой выбор в пользу фюрера. Тогда он еще отвергал любую войну с Украиной и заявлял, что Крым – это украинская территория. Никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником. Притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все можно только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш!», не надо кричать «Крым наш!». Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала. Ну и как вы поняли, Соловьев быстро развернулся на 180 градусов и начал активно поддерживать убийственную политику Путина. Рассказывать о нацистах, бандеровцах, сатанистах и что всю Украину нужно уничтожить. Вот у Соловьева изменились взгляды. Вот он говорил про Украину сначала одно, а потом стал говорить другое. Ребята, это Украина изменилась. Изменилась Украина. А почему нельзя стереть с лица земли львов? Нет-нет, я понимаю, что вы мне скажете, как интеллигентные люди, как можно задавать такой вопрос. Война должна идти до конца. То есть пока мы нацистскую *** не сотрем с лица земли, и мы не должны успокаиваться. Но это мое скромное мнение. А вы докажите, что эти мины разбросаны ***? Кошмар, это вам не Гуча. Константин Пулзов, ты что ***? То есть ты просто реально ***? В Буче мы как раз легко доказали, что это совсем не мы. Слушай, ты украинская ***. Не потому что ты украинец, а потому что ты политический украинец. Бандеровский ***. Ты неонацист. Вот если у тебя есть совесть, пришли свои паспортные данные, я тебя найду. Этот персонаж действительно очень интересен для психиатрии. Начнем с самого очевидного. Нарцистическое расстройство личности. Он маниакально зациклен на публичном внимании к себе, поэтому и пытается всячески его получить. Никакая нормализация отношений с Россией. Ну, примерно так западная позиция сейчас звучит. Никакая нормализация отношений с Россией, с Западу не нужна. Германия же, по сути, признает, что готова снабжать своих бандеровских друзей. Бандеры штаты и снабжать то есть ничего не меняется. А мы говорим, ну, мы их будем сжечь. Где? Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон, столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. Политика ненавистного Запада стала приоритетной в риторике вечернего Соловьева. Особенно после того, как на элитную недвижимость российских политиков, олигархов и пропагандистов наложили аресты. А у Соловьева была большая вилла на берегу озера Кома. Да, я купил недвижимость за границей. И вам советую, если можете себе позволить. Это дешевле, чем покупать дачу где-нибудь у нас на берегу какого-нибудь нашего теплого моря. Как легко купил, так легко и потерял. Но он не понял, почему. Зачем это мне? Ну, я-то тут при чем? Ну, действительно, ну, казалось бы, ну, при чем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, у меня было все хорошо. Я мог ездить в Европу, у кого-то, как у меня, была там недвижимость. А что с лицом? Ладно, поедешь ты еще в свою Европу. В Гаге, например, тоже очень интересно. Мне как-то по-прежнему обидно за Кома. Но смириться с потерей виллы Виталий бешеный пес так и не смог. Упомянул о ней даже тогда, когда всех россиян отправлял на фронт. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Для них нет лучшей доблести, чем дожраться, допиться, доцероза печени, мелкими бриллиантами где-нибудь на красивой даче у озера Кома. Но я свой выбор сделал, и он другой. Правда, сам Соловьев на фронт так и не поспешил. Продолжил воевать в кресле своим языком. Александр пишет. Стыдно за вас, как человек, как можно поддерживать это правительство своей пропагандой, лучше на фронт пойти, от этого больше пользы будет. Ты мне из окопа пишешь? Ты псошная. Ты мне это пишешь из окопа? Ты кусок нацистский. Наше правительство делает все возможное. На фронт пойду, когда призовут. Когда понадобится 59-летний, и на фронт пойду. И просился. И не раз. Меня на фронт никто не пускает. Мне говорят, ты сиди там, где делай то, что делаешь. Поэтому ты говоришь, дедушка старый, от тебя толку никакого, торчи в телевизоре. Ну вот он и торчит в телевизоре и плюется слюной. Особенно Костю в горле стал Владимиру Адольфовичу наш президент Зеленский. Украинский фронт Зеленский? Я, Зеленский. Я проводил вчера свою тайную конференцию Рейхсканцелярию. Он проводил совещание со своими. Маленький, смешной начальник. Я. Сейчас, если я правильно понимаю, главный абсолютно туристический гид Европы это Зеленский. То есть он уже так, наверное, привычно проводит. Вы знаете, вот здесь у нас Ирпень, здесь насиловали, здесь убивали. Притом, видите, даже у себя он одеться не смог. Поэтому к нему приезжают люди в костюмах, галстуках, а он по-прежнему в вонючей маечке, нестиранной. И вот кто-то уже кулебе ногу сломал. Отдельные слова благодарности и такие три европейских лидера прилично одетых и встречают их гопники. Такие гопники. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла, да. Посмотрите на эту ка** девочку по фамилии Зеленский. Выпученные глазенки кокаиниста, вообще не понимающего, что несущий. Не понимающий, что несущий звучит, как позывной Соловьева, потому что он мелет, что попало. Главное затронуть. С каждым днем градус ненависти просто зашкаливает. А внешний вид Зеленского его волнует больше всего. Когда вот смотришь на этой ка** притворяющейся президентом Украины, вот на то, что не смог даже одеться прилично. Вот в чем взяли вот это, знаете, то мы привезли. Ты, машина, вы что делали? Я бабуле на огороде помогал, копался. А тут приехали и схватили, и поташили. И вот он что-то из себя изображает, что-то он там думает, что-то ему кажется, что это все нереально круто. А вместе с этим, ну вот посмотрите, в Белый дом приезжает. Но я не говорю про женщину на заднем плане, которая называется тоже мне флаг Украины. Но вот уровень пошлости зашкаливающий. Но эти сидят одинаковые, там трое злорца одинаково с лица. И посмотрите на вот эти хр... То есть, когда говорят про одинаковое с лица, это американцы, которые в строгих костюмах, Байден, Блинкин, Салливан. И тут вот три хр... с Украины. Здрасте, мы из Украины, с добро... доброу ранку, у нас не начинай, не ваше блудеться. Кстати, из-за визита нашего президента в США Соловьева так разорвало, что даже работникам не до ТВ досталось. И вот его привезли показать, какой он друг Америки, какой он герой, и создать впечатление, что Зеленский и его правительство побеждают, и что это победа Америки. Это все было... Простите, ребят, редактор, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут. Ну а еще он неоднократно критиковал своих же коллег российских военкоров. Вроде бы они много лишнего показывают. Но когда я вижу, как наши публикуют фотографии с закрытого военного объекта, а как ты хорошо знаешь, вообще нельзя там фотографировать, то у меня вопрос, когда этих арестуют, и что будут делать с которые эти фотографии распространяют, при этом считают себя патриотической сеткой блогеров. Невольно работающие на врага. Ну и когда Соловьев понял, что пахнет жареным, начал переобуваться на лету. И критиковать Министерство обороны РФ и даже Путина. Каждый раз, когда читаешь, что вот опять там что-то украинцы отжали здесь, вот они там заходят, здесь заходят. Нельзя, что ли, туда уже наконец направить части подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки. Что происходит? Хватит уже терять территории. Хватит уже терять населенные пункты. Давайте уж по-настоящему. Хватит героизм ребят, которые там держат. Что, некем насытить? Некого бросить? Объясните мне, пожалуйста, и хватит вот этого заламвания рук. Почему наши срочники не имеют возможности принимать участие в боевых действиях? Они не готовы хорошо, а через полгода они готовы. Единственная армия в мире, нахождение в которой сроченько подразумевает, что он не будет участвовать в боевых действиях, это о чем? Это вообще как понять? То есть, если ты хочешь, чтобы тебя война не коснулась, иди служить в армию, но это шизофрения, на мой взгляд. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что Экстин выполняет священный долг. Мне просто что понять, опять до Москвы? Мне просто что понять, если что, опять до Сталинграда? или может быть, сейчас уже надо четко и ясно говорить, что ребята, надо там не три тысячи, не тридцать тысяч, не триста тысяч, а может быть, три миллиона. А может быть, каждый пятый, может быть, тридцать миллионов. я не знаю, сколько надо для победы, просто знаю, что если будет поражение, то не будет России. Ни в каком плане России не будет. Ни ее великая история, ни культура, нас с вами не будет. Правильно все говоришь, именно такая судьба и ждет Россию. Да и ты сам, Володя, это прекрасно понимаешь. Тут нам на полном серьезе заявляют, что все, хана вам всем. Вам всем хана. Все, вам хана всем. Мы сейчас типа в Крым войдем, мы Луганский Донецк возьмем, Резников на танки на Москву, Данилов маршем по Красной площади. Не, что, мы боимся. Мы нельзя. Мирный переговор. А знаете, почему у него такая кислая мина? Да потому, что соловинный помет, как и вся пропагандистская шайка-лейка, понимает, что деваться некуда. Но ты жди, твое время расплаты придет. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи.